Как вы думаете, можно ли умереть и в то же время остаться живой? Обзор на кинодраму «Милые кости» даст нам ответ. Событие происходит в 1973 году в небольшом городке в штате Пенсильвания. Сьюзи 14 лет и она живет с родителями, младшей сестрой Линдси и маленьким братом в большом уютном доме. Ее жизнь можно назвать практически идеальной. Сьюзи вспоминает свое детство, снежный шар с пингвином, фотоаппарат, который ей подарили на день рождения, путешествие с папой и самое страшное воспоминание – день, когда ее младший братик чуть не задохнулся. Тогда она самостоятельно привезла малыша в больницу, угнав машину у родителей. Бабушка Линд предсказала, что Сьюзи будет жить долго и счастливо, ведь девушка спасла своего брата. Но она ошибалась. В торговом центре Сьюзи видит симпатичного парня по имени Рэй, который учится с ней в одной школе. Девушке он очень нравится, и это замечает ее бабушка. Она рассказывает Сьюзи о своем первом поцелуе. По словам бабушки, это стало одним из лучших ее воспоминаний. Сьюзи даже не представляет, что в это время один из соседей тщательно планирует ее убийство. Рисует карту, что-то копает на кукурузном поле, точит ножи. После просмотра фильма «Отелла» в школьном киноклубе Сьюзи неожиданно встречает Рэя в коридоре. Парень спрашивает девушку о ее впечатлениях от фильма. Сьюзи совершенно растеряна. Рэй говорит девушке, что она красивая и приглашает ее в субботу на свидание в торговый центр. Парень хочет поцеловать Сьюзи. Похоже, мечты сбываются. Но в этот момент что-то идет не так. В коридор врывается разъяренный учитель живописи, который отчитывает одну из школьниц, Рут, за слишком откровенные рисунки. Он перебивает ребят и прогоняет их на занятия. Похоже, придется потерпеть до субботы. По пути домой, через кукурузное поле, Сьюзи встречает своего соседа, Джорджа Харви. Он хочет показать ей убежище, домик под землей, построенный им для детских игр. Сначала Сьюзи отказывается. Но Харви удается ее уговорить. Сьюзи спускается в подземный домик. Там довольно мрачно. Странные игрушки, свечи, рисунки, фигурки, ангелов. Кроме того, Харви начинает заметно нервничать. Его волнение передается Сьюзи. Больше всего на свете девушка хочет уйти отсюда. Но Харви ее не отпускает. Он дает девушке газировку, снимает свою куртку и предлагает девушке сделать то же самое. Харви говорит Сьюзи, что она симпатичная. Девушке очень страшно. Она пытается подняться вверх по лестнице, но Харви хватает ее и затаскивает внутрь. Сьюзи бьет мужчину ногой по лицу и выбирается на свободу. Она бежит по кукурузному полю, потом по лесной тропинке, пробегая мимо той самой девушки Рут, которую накануне отчитывал учитель живописи. Тем временем родители Сьюзи не находят себе места в поисках дочери. Отец девочки бегает по городу с ее фотографией. Мама обращается в полицию. Сама Сьюзи спешит домой, но что-то происходит. Что-то очень странное. Мир вокруг становится слишком нереальным. Девушка видит своего отца, кричит ему папа, однако он не видит и не слышит ее. Сьюзи бежит домой и зовет родителей. Она слышит, как мама говорит с детективом и понимает, что ее никто не замечает. Девушку преследуют жуткие видения. Разбросанная повсюду грязная кровавленная одежда. Тело мужчины в ванной. Разбитый умывальник, залитый кровью. На умывальнике браслет самой Сьюзи. Кажется, она начинает о чем-то догадываться. В этот момент мужчина в ванной поднимается. Оказывается, что это Харви. Сьюзи начинает кричать. В следующей сцене детективы находят, шапку, в которой была одета Сьюзи в день своего исчезновения. Она была зарыта на кукурузном поле, а еще полиция нашла следы крови. Очень много крови. Родители в истерике, однако все еще верят в то, что их дочь жива. В это же время Харви уничтожает улики. Сжигает свою одежду, все вымывает, прячет окровавленные ботинки. К нему приходит детектив, однако не обнаруживает ничего подозрительного. Сьюзи чувствует, что жизнь оставляет ее, но ей не страшно. И тут она вспоминает о том, что на земле у нее осталось одно незавершенное дело. Она ведь так и не сходила на свидание с Рэем. Вместо Сьюзи к Рэю однажды приходит Рут. Девушка отдает парню лист бумаги со стихотворением, которое накануне нашла в лесу. Он очень удивлен, ведь этот стих Рэй написал для Сьюзи. Рут считает, что Сьюзи все еще здесь. Оказывается, что покидая этот мир, душа Сьюзи прикоснулась к Рут, и после этого Рут стала чувствовать ее присутствие. Сьюзи находится в прекрасном месте между мирами, и в то же время подает своему отцу сигналы, что она все еще здесь, несмотря на просьбы духа другой мертвой девушки идти дальше и не оглядываться назад. Сьюзи к этому еще не готова. Она хочет вернуться домой. Девушка следит за своим убийцей и понимает, что он будет убивать снова и снова. Самое ужасное в том, что Харви начинает следить за ее младшей сестрой Линдси. Неужели она станет новой жертвой маньяка? Отец Сьюзи начинает свое собственное расследование. Он уверен, что его дочь очень умная девушка, и она бы никуда не пошла с незнакомцем. А значит, преступник – это человек, которого Сьюзи знала. Отец девочки просит полицию проверить всех соседей, особенно тех, кто ведет себя странно. Но никаких зацепок нет. Следствие по делу об убийстве заходит в тупик. Проблема в том, что тело девушки так и не нашли, поскольку Харви прячет его в сейфе в своем подвале. Прошло 11 месяцев. Мама Сьюзи все еще очень тоскует по дочери, и по совету бабушки уезжает в Калифорнию, где устраивается на новую работу. Бабушка Линн переезжает к Селманам и присматривает за детьми. Она очень жизнерадостная и современная, и не позволяет внукам грустить. Рядом с ней дети действительно выглядят счастливыми. И в то же время они никак не могут забыть сестру и постоянно ощущают ее присутствие. У Линдси появляется парень. Сьюзи наблюдает за их первым поцелуем и грустит, что у нее самой никогда такого не случится. Сьюзи постоянно следит за Реем. Он часто думает о погибшей девушке, но проводит все больше времени в компании Рут. Вскоре Рут и Рей начинают встречаться. Отец Сьюзи постепенно проявляет фотопленки, которые когда-то снимала дочь, и на одной из фотографий он замечает Харви. Он решает, что именно этот мужчина и есть убийца Сьюзи. Он приходит к Харви и пытается на него напасть, однако тот прячется в своем доме. Следователь напоминает, у полиции нет доказательств его вины. Но отец Сьюзи чувствует, что Харви причастен к убийству и решает самостоятельно отомстить за дочь. Однажды, увидев, как Харви идет на кукурузное поле, отец Сьюзи бросается за ним с бейсбольной битой. Он яростно ищет Харви в высоких зарослях, однако случайно нападает на парочку влюбленных и его сильно избивают. Мужчина чудом остается жив. Сьюзи винит себя за то, что произошло с папой. Она понимает, что как бы сильно она не любила отца, ей нужно его отпустить. Но сам Харви чувствует новое желание убить. Его выбор падает на Линдси. Тем временем Сьюзи в своем мире узнает, что она была далеко не первой жертвой Харви. До нее он уже убил нескольких девочек. Самой младшей из них было всего шесть лет. Сьюзи приходит в дом Харви и вспоминает, что ее тело все еще находится в сейфе в подвале убийцы. Тем временем город живет своей обычной жизнью. И только Линдси постоянно испытывает тревогу. Она замечает, что их сосед, мистер Харви, постоянно за ней наблюдает и начинает его подозревать. Линдси проникает в дом Харви и находит в тайнике тетрадь с рисунками, в которые мужчина вел дневник убийства Сьюзи. Там детально описан план преступления и даже наклеен локон Сьюзи. Линдси приходит в ужас. В это время Харви возвращается домой. Девушка понимает, что она в огромной опасности и выпрыгивает в окно. Харви пытается ее догнать, но ему это не удается. Линдси прибегает домой и видит, что вернулась ее мать. Не желая портить счастливый момент воссоединения своих родителей, она ничего не говорит папе с мамой и отдает дневник убийце бабушке. К дому Харви приезжает полиция, но мужчина уже успел сбежать и даже сбросить сейф с телом Сьюзи в яму на окраине. В этот момент его замечают Рут и Рэй, и Рут понимает, что это как-то связано с пропавшей девушкой. Между мирами Сьюзи встречает души других убитых девочек, и они зовут ее с собой в рай. Она чувствует, что готова к этому, но решает вернуться в последний раз. На земле ее ждет одно незавершенное дело. Сьюзи вселяется в тело Рут, чтобы испытать свой первый поцелуй с Рэем. Целуя Рут, парень видит перед собой Сьюзи и снова говорит ей, что она красивая. Девушка счастливо улыбается. В семье Сьюзи постепенно воцаряется покой. Ее родители вернулись к обычной жизни, а Линдси ждет ребенка. На ее милых костях появляется новая жизнь, не менее прекрасная, чем была ее собственная. А что же Харви? Неужели ему удалось избежать правосудия? К счастью, нет. Мужчина переезжает в другой город и однажды вечером видит девушку, которая курит в безлюдном месте. Харви предлагает подвезти ее, но она грубо ему отказывает и уходит прочь. В этот момент на Харви падает огромная сосулька и, поскользнувшись, он срывается с крутого обрыва. Мама Сьюзи заходит в комнату дочери и говорит, что любит ее. Сьюзи понимает, что она наконец-то готова уходить. Девушка благодарна за свою прекрасную, пусть и короткую жизнь и желает всем жить долго и счастливо. Как думаете, можно ли назвать такое окончание хэппи-эндом? Удалось ли продюсерам рассказать грустную историю так, чтобы сохранить у зрителя надежду на лучшее? Или этот фильм создан для того, чтобы пролить очень много слез? Поделитесь своим мнением. Обязательно ставьте лайк, если вам понравился наш обзор, подписывайтесь на канал и уверенно жмите на колокольчик. Впереди вас ждет много крутых обзоров на самые лучшие фильмы. Оставайтесь с нами!